В четырех районах Волгоградской области, которые наиболее сильно страдают в этом году от маловодия, продолжается искусственная подкачка воды. Это поможет спасти уникальные территории от необратимых последствий. Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета. На это выделено порядка 80 миллионов рублей. Но помощь оказывают и добровольцы. Так, например, сегодня волонтеры расчищали ерек осинки. Такие ерики, как, например, осинки, лишь малая часть большой водной системы Волгогтубинской поймы, которую сравнить можно лишь с кровеносными сосудами. Она обеспечивает гидрологический режим и поддерживает необходимый уровень грунтовых вод. В последнее время воды здесь почти всегда не хватало. Но в этом году водные артерии природного парка оказались буквально на грани гибели ввиду маловодия. И чтобы избежать их деградации, а также обеспечить водой жителей пойменных поселков, сейчас идет искусственная подкачка воды через Каширинский и Краснослободский тракты. Насосные станции уже две недели работают на полную мощность. Помочь дать воде дорогу вызвались волонтеры, расчищая заилившиеся и давно не видевшие полной воды ерики. Я не считаю, что нужно сидеть на месте, когда можно просто помочь. Убрать лишний раз бутылку и показать своим поступкам другим людям, что мы можем помочь, что мы не должны ждать и надеяться на кого-то. Мы должны сами принять в этом участие и сами, конечно же, организовывать такие масштабные экологические акции и выезжать всем дружно, всем вместе и помогать природе. Да, конечно, ходим. И как жители этого хутора нам не безразлична экологическая ситуация нашего ерика. И мы всеми силами хотим помочь в том, чтобы очистить наш берег. Этот экологический отряд на ерике Осинки пополнили и местные жители с хутора Новенький. Мусора набрали много, к тому же расчистили русло, так вода быстрее наполнит ерик. И эта акция на Осинках не станет единичной. В настоящий момент комитетом проводится большая работа по формированию перечня первоочередных мероприятий, которые направлены на функционирование водных объектов в Волго-Октубинской пойме в режиме маловодия. Это и расчистка ериков, и ремонт, строительство, реконструкция гидротехнических сооружений. А также ликвидация бесхозяйных, а также несанкционированных гидротехнических сооружений. Волго-Октубинская пойма получает дополнительные водные ресурсы через Каширинские и Краснослободские тракты. Сегодня насосные станции «Волгоград-Мелеводхоза» работают в круглосуточном режиме. Через них уже закачано почти 5 миллионов кубометров воды. И это лишь начало. Экологи ориентируются на засушливое лето 2006-го, когда закачано было 25 миллионов кубометров. Мы со своей стороны обеспечим техническую закачку воды. Наш коллектив готов. Мы работаем в круглые сутки, невзирая на то, что там жара и все прочее. Ежесуточно мы закачиваем 3 кубометра в секунду. До 1-го числа, учитывая, что вот такая вот стоит жаркая погода, во все ереки мы будем подавать где-то порядка еще миллион кубометров воды. Каширинский тракт поймы, по словам специалистов, уже близок к заполнению. Кроме этого, совсем скоро начнется закачка воды в озеро Песчаное на острове Сарпинском, где нехватку воды ощущают и местные жители, и дачники. Игорь Морозов, Елена Мурмилова, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».